МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках мини-футбольного первенства страны агрокомбинат «Южный» принимал ЦКК. В Гомеле торжественно открыли новый баскетбольный сезон. Любители хоккея ликуют. Стартовал 24-й национальный чемпионат в экстралиге. Первые два матча клубы Гомельской области провели на домашнем льду. По очереди сыграли с хоккейным клубом «Могилев» и новичком первенства «Бобруйским» «Динамо». Матчи получились зрелищными, а результаты не совсем радужными. В первом туре «Жлобинский металлург» ожидаемо разгромил хоккейный клуб «Могилев» 6-1. Результат логичен даже в начале сезона. А вот у хоккейного клуба «Гомель» соперник был плохо изучен. «Динамо» У-20 из «Бобруйска» новичок экстралиги. Молодые и смелые гости за дело взялись сразу. Первая шайба в ворота Игоря Брикуна залетела через 35 секунд после начала матча. Травма Игоря Шведова и недомогание Антона Пульвера вынудили тренерский штаб «Гомельчан» обойтись тремя парами защитников. Но зато это подарило возможность проявить себя всем без исключения игрокам атаки. «Динамовцы», однако, не ждали подарков. Решительно атаковали и заставляли хозяев чувствовать себя совершенно растерянными. Да так, что сравнять счет удалось лишь во втором периоде, когда Андрей Глебов все-таки реализовал большинство. Мы проиграли стартовый отрезок, он мне вообще не понравился, потому что мы говорили с хоккеистами, что хотели в ином ключе поиграть, но у нас, к сожалению, не получилось. Мы вышли, были не готовы к началу матча. Команда очень агрессивно стала с нами играть, навязала контакт силовой, к сожалению, мы проиграли. Дальше «Гомельчанам» пришлось перестроить игру полностью, заставив ошибаться «Динамо». И дальше уже гости были в роли догоняющих. Периодически у игроков не выдерживали нервы, что подарило болельщикам еще и пару мини-стычек. А рыси с каждой минутой обретали все большую уверенность и забивали одну за другой. После трех пропущенных шайб «Динамовцы» попытались заменить голкипера, но это не очень помогло. «Гомельчане» оформили два дубля, авторами которых стали Андрей Глебов и Эдис Брахманис. Игра в неравных составах стала ключевой. Наверное, невозможно выигрывать сильных соперников, не забивая было в большинстве. Это, наверное, нереально просто. Соперник был быстрее, еще раз повторюсь, много удалений. В итоге у нас вроде как шансов не стало. Соперник был сильнее нас, естественно. Правда, гости еще пару раз сумели разозлить Игоря Брекуна. Небольшой разрыв в счете, казалось бы, должен вынудить бобруйчан сподобиться на атаку на последних минутах. Но сделать этого подопечным Павла Перепихина помешал сильнейший отпор рыси. Итоговый счет игры 5-3 в пользу гомельчан. В субботу рыси в воротах хоккейного клуба «Могилев» забросили столько же шайб, а вот в ответ неожиданно получили шесть. И первый проигрыш. Не заладилась игра и у жлобинского «Металлурга». Со счетом 1-2 Столивары уступили бобруйскому «Динамо». Чемпионаты страны по гандболу стартуют в ближайшую субботу. Игроки Гомеля первые матчи проведут на своей площадке. Правда, в нашем областном центре гандбольный сезон уже открыт. Гомель принимал игры первого тура женской Балтийской гандбольной лиги. Нашу страну в турнире представляют Гомель, Городничанка и БНТУ «Белас». Также в соревнованиях принимают участие и две литовские дружины – Жальгерис и Горлява. Литовские гости за три дня провели матчи с каждой из белорусских команд. Стопроцентный результат по итогам первого тура у БНТУ. Менчанки без проблем обыграли обоих представителей Литвы. Городничанка записала в актив победу над Горлявой и поражение от Жальгериса. Первым соперником Гомеля на домашней Рене стала Горлява. Команда не самая сильная, а потому у тренерского штаба была возможность еще раз обкатать наигранные комбинации. У нас еще не все слаживается, еще не выбрали те компоненты игры, которые наисильнейшие. Поэтому пробуем и изучаем этот момент, сильные стороны команды, потому что много новых игроков, много нового надо постичь. Вместе создать какой-то новый коллектив, который бы действительно работал как часы, как один механизм. Во время матча, который проходил по сценарию хозяек площадки, проверку боем прошла каждая гонболистка. В том числе и галкиперы. В нынешнем сезоне в обойме Игоря Чеброва три вратаря. Да, это линия, которой я более доволен. Это линия самая комплектованная, крепкая, надежная. Я надеюсь, что в этом сезоне будет меньше всего переживать за эту позицию. В начале сентября ряды легионеров пополнились. Новым приобретением Гомеля стала правая крайня из Черногории Нина Булатович. О переходе Черногорки было объявлено буквально неделю назад. Это совершенно молодое дарование Черногории, член национальной молодежной сборной страны. Правый край – не та позиция, которую долго нам и скрупулезно приходилось искать. Последних, как говорится, таких трансферных окнах. Но пока скажу так, что она привыкает к нашему стилю гонбола, к нашей команде. И вливается очень доброжелательная, общительная девочка. Ну, с техникой вроде как бы все тоже хорошо. Осталось только вот именно те нюансы, которые тактические, постичь ей. И я думаю, что будет какая-то с нее польза. С первых же минут матча с горлявой гомельчанки захватили лидерство в счете, постепенно наращивая преимущество. К концу первой половины отрыв составлял 8 мячей – 20-12. Во втором тайме игра выровнялась. Временами литовским гонболисткам удавались неплохие отрезки. И они сокращали разрыв. Правда, хозяйки им помогали, периодически оставаясь в меньшинстве за грубую игру. Может быть, где-то казалось судим, что мы грубоваты. Но это только, наверное, мы настраиваемся на основного соперника. Поэтому только от этого, от большого желания. Победа над горлявой далась легко – 34-25. А вот с Жальгерисом все сложилось не по сценарию гомельчанок. Литовские гонболистки победили – 30-29. В следующий раз женская команда гонбольного клуба «Гомель» выйдет на паркет Дворца игровых видов спорта 12 сентября. Уже в рамках чемпионата Беларуси. Соперник – Бобруйская Березина. В этот же день мужская команда будет принимать Гродненский кронон. В чемпионате Беларуси по мини-футболу пауза. 15 и 22 сентября национальные сборные нашей страны и Чехии будут выяснять в очных поединках, кто же отправится на финальную часть Евро. А накануне трехнедельного перерыва гомельские команды и белорусская «Чехунка» и ВРЗ набрали первые очки. Железнодорожники дома переиграли Неман из Березовки со счетом 3-1. А вагоностроители немного неожиданно оказались сильнее Витебского Витена – 5-1. Второй тур чемпионата ознаменовался первым областным дерби. Светлогорский ЦКК пожаловал в гости к агрокомбинату «Южный». Светлогорская команда пока не в лучшей форме. Футболисты начали подготовку к чемпионату за неделю до его старта. Но еще в первом туре в игре против Витена они показали, что недооценивать их не стоит. «Южный» и «ЦКК» в чемпионате раньше не встречались, а потому игру начали очень осторожно. Первый тайм не был богат на опасные моменты. Некоторое преимущество все же было на стороне хозяев. Во второй половине игра стала более острой и быстрой. И тут гости стали не успевать за соперником. В результате к середине второго тайма у них в пассиве было пять фолов. Так что каждый последующий карался 10-метровым ударом. Несмотря на это, реальная возможность открыть счет появилась именно у ЦКК. После удаления одного из игроков «Южного» гости две минуты играли в большинстве. Правда, ничего извлечь из численного преимущества не смогли. Вскоре уже хозяева не использовали свой голевой шанс. Шестой фолл ЦКК и 10-метровый, который забить не удалось. Спустя минуту Денис Семенюк все-таки открыл счет. Но он воспользовался несогласованностью в защите ЦКК. Спустя еще две минуты вопрос о победителе был снят. «Южный» удвоил преимущество. Артем Кудрявцев забил с 10-метровой отметки. Игра равная была, вы сами видели. Но им повезло больше, чем нам. Таким образом, ЦКК остается единственным представителем нашего региона, который не набрал очков. А у «Южного» стопроцентный результат – 6 очков после двух игр. За время трехнедельной паузы команды успеют проанализировать стартовые поединки чемпионата и исправить ошибки. В третьем туре к радости болельщиков сразу два региональных дерби. ЦКК примет БЧМ, а ВРЗ сыграет с «Южным». Матчи пройдут в последние выходные сентября. В Гомеле состоялся праздник баскетбола. Во время мероприятия болельщикам представили игроков мужской и женской команды баскетбольного клуба «Гомель» «СОЖ». Центральным событием стала игра гомельских девушек против одной из сильнейших команд страны – столичного горизонта. Многочисленные конкурсы, призы, выступления чирлидеров и, конечно, много баскетбола. Организаторы сделали все, чтобы болельщики не скучали. Баскетбольных праздников подобного масштаба в областном центре не проводили уже давно. Сейчас, наверное, такое мероприятие нужно как никогда. В прошлом сезоне гомельский клуб столкнулся с большими финансовыми трудностями. Из-за отсутствия денег пришлось распрощаться с ведущими игроками. Их место заняла неопытная молодежь. В результате мужчины завершили чемпионат на седьмой строчке, а девушки – на шестой. Сейчас финансовая ситуация лучше не стала. А потому, чтобы команда совсем не исчезла, ставку сделали на собственных воспитанников. Задача – сохранить баскетбол в Гомельской области. Ну и воспитать хотя бы пару человек, которых может быть, если поменяется ситуация в лучшую сторону. Отдать немножко дальше в команду более высших достижений. И действительно, во время представления мужской команды видно, что средний возраст игроков не более 18 лет. В женской команде ситуация почти аналогичная. Команда сохранилась в полном составе прошлогоднего чемпионата. Единственное, добавились у нас две девочки на ремичу, которая играла за нас. И идем переговоры еще с девушкой из Минска. А так, в принципе, команда того года. И добавилась молодежь наша, которая по возрасту подходит уже к участию в чемпионат в этом году. Поэтому команда полностью сформирована с гомельских воспитанников. Центральным событием праздника стала игра «Сожей Горизонта». Соперник серьезный. В прошлом сезоне столичные баскетболистки выиграли серебро национального чемпионата. Убе команды только начинают подготовку к новому сезону, а потому кондиции еще далеки от идеальных. Где-то не хватало скорости, где-то взаимопонимания. Однако гомельская молодежь сумела навязать борьбу более опытному сопернику. И новоиспеченному главному тренеру «Горизонта» Наталье Трофимовой, для которой, кстати, эта игра была дебютной в новом статусе, пришлось поволноваться. За счет мастерства минчанки довели матч до победы – 56-45. Гомельчанок поражение особо не огорчило. Главный результат – не цифра на табло, хорошее настроение и наслаждение от игры. Конечно, хотелось бы побольше таких вот именно матчей, выставочных, чтобы привлекали как можно больше зрителей на трибуны. Все-таки баскетбол – это интересная игра. У нас определенные успехи на уровне сборных. И хотелось бы, чтобы как можно больше все-таки приходила, занималась этим баскетболом и смотрела тоже, болела за нас. Новый баскетбольный сезон стартует в октябре. И остается надеяться, что на играх гомельских команд болельщиков будет собираться не меньше, чем на этом празднике. Поддержка с трибун обязательно станет хорошим мотиватором для спортсменов. В Гомеле подвели итоги летнего легкоатлетического сезона. Подарки от областной федерации легкой атлетики получили спортсмены, которые привезли награды с крупных международных стартов. В пресс-центре дворца легкой атлетики представители областной федерации, журналисты, спортсмены и их тренеры. Последних, кстати, тоже наградили. От них во многом зависят результаты подопечных. Но главное – внимание атлетам. Маргарита и Роман Гралько вернулись с наградами с чемпионата Европы среди дефлимпийцев. Маргарита завоевала золото в прыжках в высоту, а Роман – серебро в тройном прыжке. Кристина Концевенко стала второй на международных играх стран Балтии в прыжках с шестом. Вадим Чернышев выиграл бронзу Европейского юношеского олимпийского фестиваля в толкании ядра. Ольга Сударева стала второй в прыжках в длину на командном чемпионате Европы. При этом она установила личный рекорд. Правда, окончание лета у нее не получилось. На чемпионате мира в Пекине спортсменка не смогла пробиться в финал. Надеюсь, что этот опыт, он тоже опыт, естественно, надеюсь, что этот опыт придаст мне сил в следующем году, потому что все-таки олимпийский год важнее, тем не менее. И в следующем году я смогу показать то, на что способна. Вообще, прошлый сезон в областной федерации легкой атлетики считают удачным, даже несмотря на некоторые трудности. Спортсмены региона завоевали первое место на зимнем чемпионате республики. Как видно, не остались они и без наград на международной арене. 2015-й перед Олимпийский год, а потому каждый результат рассматривается через призму главного старта четырехлетия, который состоится в Рио-де-Жанейро. Впереди Олимпиада. Ряд воспитанников Гомельской области. Также планируется по включению в национальную сборную команду Республики Беларусь. Ну и будем стараться с тем, чтобы они были подготовлены надлежащим образом, ну и показали соответствующие результаты. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин